Всем привет! Меня зовут Богдан. Добро пожаловать на канал Accurate Dicted, призванный помочь вам ориентироваться в автомобильном ремонте, обслуживании и обзорах. В четвертом выпуске второго сезона проекта «Вернем Акуре было и величие» я покажу вам, как избавиться от неприятного запаха в салоне при включении кондиционера. Как обычно, ссылка на английскую версию в описании. Поехали! Для охлаждения воздуха система прогоняет его через испаритель. Из-за того, что теплый воздух охлаждается, на испарителе возникает конденсат, который вытекает через дренажную трубку на землю. Именно поэтому в теплые сезоны при включении кондиционера в режиме охлаждения под машиной собирается лужа влаги. Так как не вся влага уходит из испарителя, со временем там возникают условия, подходящие для развития бактерий. Рано или поздно люди начинают замечать неприятный запах из вентиляции при включении кондиционера. Обычно это маскируют искусственными или натуральными ароматизаторами, но проблему это не решает, и неприятный запах постепенно усиливается. Есть и другие способы избавиться от запаха. Например, одноразовый аэрозоль, который проникает во все вентиляционные пути и на время действительно избавляет от запаха, но ненадолго. Для того, чтобы избавиться от запаха надолго, необходимо нейтрализовать его источник. В основном это бактерии, даже плесень в испарителе. Существуют специально созданные для этой цели средства. Сегодня я воспользуюсь одним из них. Это пенообразующий аэрозоль. Рекомендуется использовать этот продукт через дренаж испарителя. Это видео снято для автомобиля Acura MDX 2008 года Tecno, которое является вторым поколением MDX. Поэтому оно подойдет и для моделей с 2007 по 2013 годы, а также для практически любого другого автомобиля, так как системы кондиционирования почти везде одинаковые. Это довольно простая процедура, которая должна занять примерно от 15 до 20 минут. При этом вам не понадобится каких-либо инструментов. Единственное, что вам потребуется – контейнер для утилизации дренажной жидкости после обработки. Также после этой процедуры я рекомендую заменить фильтр салона. Обычно я его меняю каждые полгода. Ссылки на все, чем я пользуюсь, в описании. Приступим. Дренаж основного испарителя расположен в MDX в районе перегородки моторного отсека. Если вы не уверены в расположении дренажа, достаточно завести двигатель, включить кондиционер в режим охлаждения и дождаться вытекания конденсата, что и укажет на дренаж. Выключите зажигание и вставьте пластиковый шланг удлинитель из комплекта средства по очистке в дренажную трубку и проталкивайте его до тех пор, пока он не упрется в испаритель. Встряхните флакон со средством и опустошите его содержимое в испаритель. Теперь лучше всего заизолировать дренаж во избежание преждевременного вытекания сконденсировавшейся пены. Подставьте контейнер для утилизации под дренаж. Для обработки пеной достаточно 15 минут, после чего заведите двигатель, установите вентилятор на самое нижнее значение, отключите кондиционер, оставьте только вентиляцию и дайте поработать около 5 минут, пока весь конденсат не вытечет через дренаж. В случае, если жидкость чрезвычайно темная, возможно вам понадобится еще один флакон для обработки, чтобы убедиться, что вы очистили испаритель полностью. После очистки запах должен уйти полностью и в салоне будет пахнуть свежестью. Обычно этой процедуры хватает надолго. Впредь во избежание скорого возвращения запаха, рекомендую по возможности выключать кондиционер за 3-5 минут до окончания поездок, оставляя лишь вентилятор для полного избавления от конденсата из испарителя. Теперь можно заменить и салонный фильтр. Откройте бардачок, освободите его от вещей, снимите вот эту заглушку, отодвиньте направляющую, слегка надавите по обеим сторонам выдвижного ящика и опустите его до предела вниз. Вот и фильтр. Надавите на зажимы по обеим сторонам крепления фильтра и вытащите его. Как видно он достаточно загрязнен. Вытащим сам фильтр и избавимся от него. А вот и новый фильтр. Установим его в крепление таким же образом, как и старый. На пластиковом креплении вы увидите две стрелки, указывающие направление воздуха. При установке нового фильтра убедитесь, что направление совпадает с указанным на фильтре. Вставим фильтр в посадочное место, защелкнув зажимы. Поставим на место ящик, установим направляющую и заглушку. Теперь вернем на место вещи и закроем бардачок. Ну вот и все. Жду вашей оценки ролика и комментариев внизу с вашим мнением. Подписывайтесь на канал и включайте уведомления, чтобы смотреть больше таких роликов. На этом все. Будьте осторожны за рулем, пользуйтесь поворотниками и помните, нет ничего невозможного, если есть желание и правильные инструменты.